Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что смотрите и следите за событиями, пытаетесь проанализировать вместе с совершенно разными экспертами все, что происходит в мире. Да, именно сейчас будем говорить о мировых событиях и мировых трендах. Ну и, конечно, в контексте российско-украинской войны, российского-украинского вторжения, ну, российского вторжения в Украину. Фикрет Шабанов со мной на связи прямо сейчас. Фикрет, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Александр. Приветствую вас и ваших зрителей. Фикрет, мы поговорим сейчас о том, скажем так, привкусе мировой войны, которая привнес Израиль и сейчас, скажем так, война, новое обострение войны с Палестиной, с сектором газа. Но начать я предлагаю совершенно с другого ракурса посмотреть на ситуацию и происходящее в мире. Зеленский съездил в Румынию и сейчас отправился на Рамштайн. Впервые присутствует на Рамштайне лично. Ему там пообещали 200 миллионов долларов. Ну, имеется в виду пакет на эту сумму. Там ракеты воздух-воздух ближнего действия. Что тоже очень интересно с точки зрения военных действий, потому что это означает, что ожидаются, скажем так, налеты, авианалеты с российской стороны. Ну и, понятно, снаряды. В общем, но сумма 200 миллионов. И в контексте вот этого пребывания в Румынии, поездки на Рамштайн, он сделал потрясающее заявление. Сказал, что на второй срок он не пойдет, если война закончится и выборы будут, собственно, в Украине после войны. И, дав понять, что если во время войны придется проводить выборы, и, скорее всего, наверное, так все почему-то политические эксперты думают, что придется, он вынужден будет идти на второй срок, потому что не хочет убегать от войны. Я, Фикрет, почему начинаю с этого? Потому что такое ощущение складывается, что для Украины подготовили сценарии выборов, и выборы Зеленского будут означать выборы продолжения войны. Вот такая незамысловатая политтехнологическая конструкция. Что думаете по поводу этого? Если честно говоря, Александр, я думаю, что все прогнозы по Украине я дал. То есть, к этому возвращаться, в моем понимании, нет необходимости. Дорожная карта для Украины или судьба Украины, я не говорю, что она предначественна. Ее писали люди, но ее могут, как вам сказать, опровергнуть или отправить в мусорный ящик тоже люди. Но пока те люди, которые писали, в принципе, они идут вперед. Я просто хотел бы добавить несколько штрихов. Первый штрих и на вашем канале, и на других каналах, я когда говорил, что вас заставят проводить выборы. Очень много хейтеров было и клоунов на вашем инфопространстве, которые думали, что я какие-то кремлевские нарративы несу. Дело в том, что Запад – это капиталисты. Они вкладывают деньги в бизнес-проект. Украина для них бизнес-проект. Дальше мы идем. То, что ракеты дадут, не дадут, Рамштайн и визиты президента Зеленского, мы с вами должны отметить три главных маркера судьбы Украины. Первый маркер – это вдруг ни с того ни с сего. Министр обороны Российской Федерации заявил, что мы к 2025 году все военные задачи, поставленные перед Министерством обороны Российской Федерации, главнокомандующим России, достигнем. На этом официальная информация заканчивается. Параллельно с этим плюс-минус 24-36 часов английская разведка МАСИКС сливает информацию в публичное пространство, в котором написано, что Россия планирует захватить еще пять украинских областей в 2024 году. Для этого они будут задействовать один миллион человек, и поэтому создаются подразделения раз, увеличивается оборонная промышленность России два, увеличивается ее технологическое совершенство три. Эти пять областей, по мнению английской разведки, это Харьковская, Сумская, Черниговская, Днепропетровская и Полтавская области. Но вице-спикер Государственной Думы Толстой заявил, что нужно обязательно, то есть в этой пяти, от двух каких-то освободиться, включить Одесскую и Николаевскую области. То есть для России Одесса и Николаев – это стратегически важно. И в их понимании, понимание английской разведки, 25-й год станет годом, когда все придет к концу. О чем мы говорим? Мы говорим о ожидающей встрече в Стамбуле без России. Пропагандисты у вас говорят, видите, Россию не уважают, с ней не считаются, приглашают в обсуждение мира с Украиной. Я это называю по-другому. Когда в прошлом, в этом году, месяцев 7-8 назад, я говорил, что в Стамбуле господин Арахамия подписал договор о, так скажем, разграничении линии огня, де-факто фиксировании границы между Россией и, значит, Украиной, в Украине пропагандисты сказали, что опять кремлевская ахинея. Теперь я повторю эту ахинею еще раз. В Стамбуле Украине будет дипломатично, миролюбиво, предложена карта де-факто раздела Украины. Если Украина и президент страны от этого откажется, сработает то, что сказали англичане. Россия заберет пять ваших областей. И все в Украине почему-то заблуждаются. Она их захватит для того, чтобы торговаться, их вернуть опять Украине, но сохранит Луганск, Донецк. Такого не будет. В России есть план создания Южно-Украинской республики. Захват пяти регионов Украины означает свержение президента, силовое свержение президента, означает гражданскую войну в Украине, децентрализацию оставшей части Украины или раздел ее на национальный окраин. Поэтому что будет с Украиной, мы услышим в Стамбуле. И маркером этого будет действие президента. Что касается выборов, в любом случае, хочет Зеленский, не хочет, его заставят. Потому что с 1 ноября кончается финансирование украинской армии. И это сказки, что в израильский кейс включат Украину, вам тоже там деньги дадут. Вы посмотрите на то, что происходит у двух партиях в Конгрессе США, которые выступают против финансирования Украины или против включения и Украины, и Израиля, вот этот большой объем финансовой помощи. Поэтому сейчас и в Украине многие понимают, и политики понимают, что Украину подводят к той стадии, когда она должна ответить. То есть, принимает ли она условия в Стамбуле, или она прохочет продолжать войну. А это кончится тем, что все просто будут молчаливо наблюдать. Никто не будет за вас списываться. До пяти областей, которые Россия возьмет под свой контроль. Я думаю, что стратегическая ошибка элиты Украины, безграмотность, и в том числе дипломатическая, она привела к тому, что Украина за время этой войны искала себе, простите за это вульгарное слово, крышу, которая ее будет спасать, но сама палец о палец не ударила, чтобы хотя бы что-либо сама делала. И вот условие, когда ищут крышу, и он должен ей помочь, оно не работает в мире, потому что капитал требует все или ничего. Американцы вложились, они этот уровень достигли. Теперь второй момент. Я очень благодарен одному из спикеров, кстати, на вашем канале тоже выступает, который принимает мою, так скажем, структуру управления миром в Европе. Я имею в виду Франция и Ватикан. Давайте мы с вами вернемся к тому, что же произошло между англичанами, Францией по украинскому вопросу. Знаете, иногда опять с Илоном Маском, с Уойлесом в Украине разгоняется такая ситуация, что в Англии все дебилы, они ничего не контролируют. В общем, все решает дядя Сэн. Смотрите, новый министр обороны Великобритании, он работал у нескольких премьеров, у Кэмерона, у Дженс, у Джонсона, даже у Ли Страсс. И сейчас, кстати, у Сунака. Кто же он такой? Он президент британского отделения Биби Уайт. Это крыло громадной еврейской общины парней Британии. Он сам происходит из еврейской семьи. Когда говорят, что он там занимал вторичную должность, у него в истории была очень нехорошая вещь. Из-за него убили человека, его спустили с этой политической карьеры, но потом его опять подняли. Знаете, другой фактор. Ведь Кэмерон и вот этот министр обороны, паней Брит, они имеют давно, давнишние старинные связи, теперь внимание, с афроамериканским масонством. Эта ложа завязана на Британию и Африку. Вот эта ложа. При нем возник скандал с выделением больших денег Эфиопии. Эфиопии, это по данным СМИ Британии, они были направлены на производство наркотиков. Поэтому у вас закон о легализации работает. Наркотиков. Тогда министром иностранных дел Эфиопии был Тедус, Гебрейтус, то есть Всемирная Организация Здравоохранения. Несмотря на то, что этот министр обороны родился в 1968 году, я могу перечислять, я для себя немножко проконспортировал, что он занимал, какие должности. Но мы должны понимать одну вещь. Именно с приходом этих людей появился специальный пост под этого человека по делам Африки в Англии. С 2014 года, когда прошел референдум о независимости Шотландии, это я связываю, как у вас говорят, конспирологии, и в 2016 году Brexit. Так вот, прошла первая программа или встреча «Ворота в Африку». В английской интерпретации этот проект называется «Ворота в Африку». Я сейчас объясню, какое это имеет отношение к Украине. «Ворота в Африку» – это первый инвестиционный саммит с Африкой. Дело в том, что финансовый капитал мира, он сокращает свое присутствие в Африке. Британцы не дают инвестиции, они дают гарантии под инвестиции, так же, как и у вас, предоставляя страховку своих компаниям. Второй важный фактор, теперь имеющий ключевое или стратегическое значение к Украине – это визит короля, наконец-то состоявшийся визит короля во Францию. Потому что спикер на вашем канале говорит, что вас отдали французам, а французы – это Ватикан, то есть нам, в общем… Давайте, мы ни от кого ничего не скрываем. Михаил Чаплыга в прошлом прямом эфире говорил в прошлый четверг. В нескольких. Так, смотрите, короля Великобритании Карла Третьего вообще за глаза называют климатический король. Он призвал Париж и Лондон к активизации связи, это ключевая вещь. Так как обе страны хотят или желают улучшить напряженные отношения между собой по истечению нескольких лет переговоров по Брекзиту. Он был три дня во Франции. Большая часть его встреч скрывается от прессы и от людей. Но там он проводил встречи со всеми монархиями или монархическими династиями всей Европы. Что он сказал? Он обратился к Франции и к этим монархам, что Англия или Карл Третий желает возобновления союза, внимание, антанты между Францией и Великобританией. Хотя для публики он сделал проблему изменения климата центральным пунктом своей поездки, но он объяснил это тем, что глобальное потепление, мы говорим о больших финансах, которые будут на это выделяться. Но теперь здесь самое главное. Он предложил Франции заключить союз между Великобританией и Францией, теперь внимание, для обеспечения устойчивости, основываясь на антантик кардиале. Это сердечное соглашение было в 1904 году. Англо-французское соглашение или сердечное соглашение – это серия соглашений по колониальным вопросам, мы должны понимать, между Британской империей и Францией, они были подписаны 8 апреля 1904 года. Они подвели черту под столетие колониального соперничества между державами, в народе называется драка за Африку. Там были подписаны документы, совместная декларация о Египте и Марокко, и секретные статьи, которые до сих пор не открыты. Второе – соглашение о Ньюфаундленде и границах в Африке. Франция отказывалась, брала на себя обязанность от притязаний на побережье Ньюфаундленда. В обмен Британия передавала Франции некоторые территории в Африке. И декларация о Сиаме, Мадагаскаре и новых гибридах. К чему это? Первая сделка по разделу мира уже состоялась. Поэтому ультиматум в Стамбуле и Украине он будет озвучен. Дело в том, что мы видим ситуацию в Мали, Нигерь, где французы надували щеки. А сейчас как миленькие вывозят своих солдат. Почему? Вот она сделка. Вот секрет. Раздел в Европе состоялся. Кстати, это последняя военная война в Европе. Когда шесть месяцев назад я на канале Натальи Масичук сказал, что мы увидим независимость Корсики, клоуны цирка Шапито, медиа ресурсов в Украине говорили, что я несу ахинею. После визита короля третьего Макрон поехал в Корсику, где предложил корсиканцам высокий статус автономии в стране. То есть, чтобы она не отделилась, она получила высокий статус. Если нет войны между корсиканцами и французами, я говорю, практические войны, если нет митингов, если нет требований, если нет парламентских скандалов, с чего вдруг он решил отдать высокую автономию Корсике? То есть, я хочу вам объяснить, Александр, европейский раздел состоялся. Мы в 1927-1928 год увидим новые границы Европы. Здесь где Украина? Вот Украина является частью этого европейского раздела сфер влияния. И здесь вам будет озвучено коллективное решение Франции, Великобритании, старых монархий. Так как оператором или менеджером является Великобритания, то его озвучит, его союзник по Черному морю, Кавказу, и при Черноморье, Турция. Это не Эрдоган, это Великобритания. Да, интересный, скажем так, момент. Но я вот здесь хотел бы уточнить по территории. И вот это вот, знаете, об этом вообще все думают в последнюю очередь, а это важно. И только в таких аналитических разговорах мы можем немножко взглянуть, попытаться за горизонт формы правления. Это принципиально важный вопрос. Если, ну, предположим, решение, скажем так, ну, решение принято, и если оно будет реализовано, да, то какая форма правления и резикция будет на территории Украины, которую, ну, скажем так, отдают, да, вот, в европейский, в новую карту Европы, новую политическую карту Европы. Я почему здесь заостряю на этом моменте, ну, скажем так, вопрос? Потому что от этой как раз формы правления, от этого государственного устройства на территории Украины будет зависеть, ну, как бы, продолжение и перспективы, ну, скажем так, многолетних претензий на территории, которую отобрала Россия. По России не могу сказать, потому что там немножко проект после 30-го года будет оформляться. Что это будет? Это связано, кстати, с судьбой Израиля, о котором мы дальше поговорим. Россия до 30-го года будет форма правления российская. В ее форме или государственном устройстве, как она сейчас это видит. Что касается остальных территорий, вот вы говорите, значит, по устройству Украины. А ведь Франция и Великобритания не так думают. Они говорят, возвращаем то, что у нас забрали. У Венгрии, у Молдовы, Румынии, у Польши. Почему здесь союзник тоже Ватикан? В Франции почему? Потому что союзник. Она получит свои преференции. Ведь когда я 6 месяцев назад говорил, «А вам сохранят флаг?» Думали, что я сумасыщий. Да. Мы скоро с вами это увидим. Это степ-бай-степ идет. Понимаете? Есть вариант. Он уже готов и на столе не только в Москве. И в Европе. И даже в Вашингтоне. Новая Южная Украинская Республика. Вот если эти 5 территорий включат, будет новая Южно-Украинская Республика. Она делается с точки зрения дипломатии, с точки зрения выхода России из-под санкций и формирования так называемой тампонной зоны между Россией и Европой. И, возможно, этой тампонной зоной будут репатрианты из Израиля. Вот приблизительно так. Ну, то есть, я, смотрите, я должен дожать Вашу версию. Постарайтесь. То есть, территория Украины, которую, скажем так, на которую метит договор французско-английский и вообще старая Европа, она не будет государственностью? Я думаю, что по соглашению с Польшей, я имею в виду пограничное соглашение с Польшей, для обеспечения безопасности на территории Львова там будут польские войска. Для обеспечения венгерского национального меньшинства, условно, будет какая-то венгерская форма правления. Почему? Потому что у вас или вы подписываете, или вы разваливаетесь. И у вас останется армия без денег и армия без военного снаряжения. Я опять говорю, то, что я сейчас рассказываю, многих начинается, в общем, мигрень. Но мы же видим, что 6-8 месяцев это попадает опять в яблочко. Так думают на Западе. И то, что вы говорите, какая ли форма, смотрите, значит, Александр. Однажды я сказал, многие не понимают, я говорю, человечество достигло своего пика развития. Мы начали обратный отчет своей жизни. Все люди, национальности и религии возвращаются туда, откуда они произошли. Исходя из концепции Раввина Финкеля, которого я очень уважаю, он называет ашкеназов немецкими или ватикановскими евреями. Но вы понимаете географию, где они были и как попали в Иерусалим. И вот этот проект, мы дальше будем рассказывать об Израиле, и мы с вами придем к результату, когда будет исход из Израиля. Куда они пойдут? Они будут возвращаться, где у них живет генетическая память на родину. Вот где родина европейских евреев? Ну, говорят, Рейн. Ну, есть такая версия. Река Рейн. Ну, смотрите, тогда давайте я вас чуть-чуть поправлю. Сегодня утром было официально заявлено, что арестовали достаточно большую группу людей, которые требуют восстановления Великого Рейха. Они не хотят? У меня в Телеграме, можете взять, и это ссылка на немецкое издание. Я вам могу после интервью отправить. То есть, этих организаций стало много. Великий Рейх они хотят. Они хотят Польшу. Они много чего хотят. Пока их арестовывают. Кстати, их арестовали только за одно. То, что они хотели, по-моему, украсть министра здравоохранения. Я могу ошибиться по должности министра здравоохранения, чтобы торговаться с властью. А эта, так скажем, борьба правых и левых, это в то, что сейчас вкладываются саксы в Европе. Им нужен национализм и леватское движение. Вот этот национализм, он должен привести к фантомным болям империй, которые захотят восстановления своих империй. Потому что им нужно децентрализовать, как конкуренты Европы. То есть, фактически ее добить и превратить ее в ручное управление Запада. Я имею в виду англосаксов. То, что у нас было практически больше ста лет назад. Мы же не понимаем, перед какой войной. Вот смотрите, с апреля месяца говорю, что мы на пороге Большой Ближневосточной войны. Говорят, ну, восточный человек с ума сошел. Началось же. А в Израиле объявили военное положение. Это не операция, это не СВО. А военное положение как минимум будет или три, или шесть месяцев длиться. То есть, это операция в долгую. А к чему мы идем? Почему американцы сюда сразу отправили свой корабль? Почему Европа за Палестину? Американцы за Израиль. Ведь Илон же Маск сказал, что в Европе ожидается гражданская война. Вы знаете, вот эти маркеры людей, которые интегрированы в эту систему, их надо слушать, а не фантазировать пропагандистов. Все, что я вам рассказываю, все источники, все твиты, все статьи в телеграм-канале, я ссылаюсь на официальных людей. Нет ничего того, чтобы я придумал сам по себе. Я беру официальную информацию. Маска, заявление Пентагона, заявление Евросоюза. Жозем Боррель. Он сказал, товарищ Метаньяху, ты не имеешь права нарушать права человека. И так далее, и так далее. Это означает, начинается столкновение цивилизаций. Или столкновение интересов панрегионов. Поэтому, Александр, к сожалению, я могу ошибиться, но у вас... Я очень надеюсь, когда-нибудь украинцы проснутся. Первым делом они повесят на фонарных столбах геббельсов, которые ими же манипулировали, на них же деньги зарабатывали, и я думаю, что подвели их к очень плохой черте, обманывая все время свой народ. Давайте поставим три точки. Оставим это на рассуждение комментаторов, в комментариях. Фикрет Шабанов и YouTube-канал, и Telegram-канал в описании к этому видео, поэтому переходите, интересуйтесь. Все достаточно подробно, оперативно и в большом количестве. То есть, это не просто какой-то мертвый Telegram-канал, это там, где действительно можно получать информацию и такую, знаете, вот то, что действительно важно будет. Будет. Важно сейчас. Будет. Потому что мы же как? Человечество, оно анализирует, что было, накладывает на то, что есть, и что там проецирует. А здесь немножко другая логика и математика. Фикрет, я, знаете, я вот очень долго думал, как зайти в тему Израиля и того, что там произошло. Конечно, есть масса теорий, что вот не Таньяху проблемы, ему нужен был кровавый повод, он получил этот кровавый повод, потому что, судя по технологичности, даже там накопленных вооружений палестинцев, ну или Хамас, да, их не хватило бы для того, чтобы, ну, условно взять и разбить Израиль полностью. Соответственно, делая этот шаг с вторжением на территорию Израиля, все понимали уже следующий, ну, следующие два хода, я думаю, понимали кукловоды и те, кому выгодно была вот эта вся история. Исходя из этого, я задам неочевидный вопрос. Как вам кажется, Соединенные Штаты Америки, которые отправляют два, ну, было сообщение о втором, скажем так, ну, эсминцы, да, скажем так, две плавучие авиабазы туда, в Средиземное море, они игроки или играют Соединенные Штаты в этой новой Ближневосточной войне? Смотрите, Александр, чтобы ответить на этот вопрос, фактически мы с вами дублируем пропаганду, потому что не понимаем сути процесса, я имею в виду, не понимаем с точки зрения, мы не знаем о реальном положении дел, как вообще создавалось государство Израиль. Вообще проект Израиль, он называется проект Шлому. Это означало, что на территории Ближнего Востока будет сетевая держава, плацдарм, через которую мы будем управлять Ближним Востоком, начиная от разведки, заканчивая, так скажем, диверсионными группами, проникновение, похищение любых людей, физическое устранение, как это мы видели в Иране, и много-много-много вещей. Так вот, вот этот проект Шлому начал создаваться более конкретно, не как идея Ватикана, а как идея Америки с 1992 года, потому что до 1992 года это проект Ватикана. По 2019 год, то есть это означало глобальный мир на Востоке для избранных или неоимпериализм, потому что я немножко дальше буду рассказывать о ситуации с арабами, почему это так называется по отношению к ним, то есть по сравнению с ними. Второй этап, его закладывали с 60-х годов, это американцы закладывали, он длится до 25-го, 27-го года. Его называют в американской доктрине главной подопечной США. То есть я это все говорю в кавычках, потому что он несет большой информативный, разведывательный, экономический, военно-политический аспект политики США на Востоке. Третий этап, вот как раз 25-27-го года, по 40-е годы, то есть Израиль попадет в подчиненное положение и будет требовать гарантии на выживание при переходе панрегионов. Что это означает? Мир будет многогранный или многосторонний, я о нем тоже дальше скажу, из четырех частей будет состоять. Вот восточный панрегион, где большинство мусульман, а тем более арабов-суннитов, с которыми Израиль воюет, хотя они фактически один народ семииты, просто одни приняли ислам, другие иудаизм. Вот именно с 25-го, 27-го года по 40-й год Израиль будет требовать к себе гарантии сохранения государства Израиля. Так вот, самое ключевое, то, что по Украине с 2030-го года начнется новый исход и рассеяние, то есть утрата субъектности. Это то, что в них заложено было. Теперь посмотрим на арабов. Арабы опираются на три полюса. Первое – национальные государства. Они почему национальные? Потому что вторая вещь – это трайбализм. Каждый из них имеет свой трайб, ашират, племя, и он хочет быть первым. Исходя из этого, получается, значит, государство трайбалистов. Тубаи, Оман, Бахрейн, Катар и так далее. Ну и, конечно, ключевая вещь в большинстве своем, вычеркиваем отсюда Иран, суннитского толка. Это ключевая вещь, когда мы будем говорить о Хамасе. Здесь по плану нового мирового устройства они хотят объединить 20 арабских государств, Западную Сахару и Палестину. Понимаете? Ну, так географически, да. У арабского мира... Ну, наши слушатели могут посмотреть географию. Кстати, я в телеграм-канале очень много картами делюсь. У арабского мира есть несколько стратегических, уязвимых мест, по которым будет бить и Европа, и White House. Это Суэцкий канал, пронзит. Это Персидский залив, нефть и газ. Это река Нил. Это Тигр. Это Ефрат. То есть, почему я реки перечисляю? Там стратегическим оружием после 30-го года будет вода. Это сеять, пахать и пить. И впоследствии Мекка и Медина. Война на Востоке, большая ближневосточная война, именно идет за контроль этих, так скажем, важных вещей, которых я озвучил. Пока эти вещи в арабском мире не будут под контролем одних рук, одной команды, там война не прекратится. Они будут брать степ-бай-степ все под контролем. Нынешняя международная конъюнктура, она такая, что мы сейчас, как человечество, движемся к глобальному конфликту. Мы можем говорить, а кто с кем будет воевать? А блоки-то уже формируются. Франция, Англия, Европа. Я немножко о Европе дам, еще немножко добавлю. Англосаксонский мир, то есть Аукус и так далее, начинает выход из Африки, французских сил. Россияне тоже не удерживают Африку. Это все. Это первый вопрос, я всегда повторяюсь, вы единственные, кто на это обратил внимание. Россияне сдадут эти территории англичанам. Поэтому эта конъюнктура рынка, когда уже блоки сформированы, мы вступаем самое главное, в глобальную войну. И мы начинаем эпоху больших войн, но, к сожалению, с непрогнозимым итогом. Знаете, это может быть на Западе смешно выглядит, то есть я имею в виду в европейских странах, но на Востоке, как расшифровывается ИГИЛ, или ДАИШ, аббревиатура первых букв, так он называется ИСИС, или расшифровывается, как ИСРАЭЭЛИНТЕЛИГЕНСЕ СЕРВИС. Делайте выводы. Эта организация ваххабитов никогда не нападала на Израиль, никогда не угрожала израильтянам. На Востоке пишут, что это детище Израиля, как сетевая структура, White House по установлению контроля над Востоком. Что говорит сегодня господин Салева, когда нам показывают, вот эти кровавые мессивы детей, женщин и стариков. Обратите внимание на его ключевое слово, я цитирую. Разница между такими странами, как США и Израиль, заключается только в том, что мы не нападаем намеренно, на мирных жителей. То есть, если есть желание, мы нападаем намеренно. То есть, в этом слове по Овертону заложено именно как раз то, что количество больших жертв было направлено на то, чтобы разжигать войну. Американцы здесь всего лишь инструмент. Идем дальше. У нас очень много появилось специалистов, так скажем, по, как вам сказать, по Востоку. Иногда говорят, Хамас – это Иран. Ну, для того, чтобы это сказать, это то же самое, что мне начинать разбираться в украино-польских делах, о которых я не знаю. Понимаете? Это знают украинцы, поляки. То же самое сейчас в Украине слышу. Они ретранслируют либеральную вот эту пургу «Хамас – это Иран». Это совсем не так. Дело в том, что по проекту модераторов войны на первом этапе, то есть с 20-го года, первый колокольчик был Карабах. С 20-го года в течение 7 или 10 лет должна была состояться война с Ираном. Против Ирана должна выступать турецкая коалиция и Израиль. Это тоже диапазон 7-10 лет. Мы берем отчет 20-й год. Дальше, затем война, то есть к 30-му году, война Турции против зон влияния России. Это Сирия, это Ливия. Их называют для американцев или для дип-стейта зона стратегического видения великого Турана. Затем борьба за Африку. То, что мы сейчас уже видим, французов оттуда выковеркивают. И начнут делить регион, по горячим швам. После всех этих восточных войн, европейских войн в Украине, последняя война, это война за Арктику. Поэтому формируется в мировой управлении четыре стратегических региона. Глобальный Запад, это США и ЕС, под их экономическим колпаком. Глобальный Юг, здесь модератором выступает Турция. И прокси-контроль над раздробленной Африкой. Дальше. Глобальный Восток. Это Китай. В точке стратегического падения с расчлененными территориями между Турцией и со странами глобального Запада. То есть, Англия, США в Африке, что делят, китайцы получают какие-то паи, и Турция получает паи. И, конечно, глобальный Север. Это Арктика, но тут уже клуб VIP. Только сильнейшие члены Советы безопасности стоят. Туда никого не пустят. После Восточной войны мы увидим имитацию или настоящую войну за Тайвань, если Синий уйдет с должности. Вот я повторюсь, война в Украине это последняя война на территории, значит, Европы. По ее окончании будет создана новая линия мироустройства. Оно разделит государства на восточные и западные регионы. Приблизительно переходный период соглашения между Украиной, Россией, я не знаю, там, Америкой, Турцией, это будет так называемая серая зона лет пять, лет семь. Против глобального Запада будет выступать только глобальный восток, юг. Запад будет в четыре руки, что с вами делает, перераспределять восток и неподконтрольный юг. Турция по соглашению с Вашингтоном будет расширять влияние только в тех регионах, где штаты не имеют реальных возможностей для укрепления своих позиций. Поэтому модель демократической ценности, это Ваш вопрос, как будет управляться территорией, модель демократической ценностной поддержки исчезнет. Возобладает только прагматический расчет. Международные системы управления сведены к новой модели инклюзивности. К сожалению, Украина не инклюзивная. На основной трек он будет еще зациклен в центрах того или иного глобального региона. Вот этот набор слух что означает? Предположим, в исламском мире Турция, на ней все концентрируют, отдают ей территории, она управляет. То есть, все вот эти территории решают через Турцию. Предположим, берем Европу. Кто у нас там будет фаворита? Условно, United Kingdom. Все вопросы от Франции до Италии, до Германии и западной части Украины будут решать Великобритания. Переходим на эту территорию. Что будет с Россией? Это мы увидим после 30-го года. Россия не останется в той форме, о которой мы говорим. Вот эти территории Туран, территория Сибирь, куда идут? Кто будет за них отвечать? Поэтому эти формы они готовят. Поэтому называется переустройство мира до 35-го года. Все военные активные действия будут до 30-го. Для того, чтобы ЕС оставался актуальным на мировой арене и защищал свое благосостояние, Карл Третий сказал французам, необходимо обладать масштабами для защиты, условно говоря, от агрессоров, которые угрожают его экономической безопасности, а также финансам для инвестирования в свое будущее. Тремя составляющими, обеспечивающими это, является расширение, поэтому европейцы кричат, нам нужно срочно расширяться. Это не их каприз, это указ Лондона. Второе. Общий бюджетный ресурс для финансирования европейских общественных благ. Это Великобритания пошла на уступку монархиям Европы. И последнее. Способы использования частных сбережений европейцев, чтобы рынки капитала могли финансировать многочисленные преобразования, которые переживают все общества. Что они говорят? Европейцы, вы даете нам деньги, а так как мы топором прорубаем вот эту дорогу, вашими деньгами и нашими деньгами мы будем совместно инвестировать в проекты на Востоке, в Украине, в России и т.д. и т.п. Вот что значит раздел. Эти три части договора, они еще будут согласовываться, дорабатываться, потому что пока исторического соглашения об окончательном разделе не произошел, ждут Украину. То есть пять областей захватят или Украина согласится на этом остановиться. Вот как только вопрос в Европе с Украиной решится, вот эти пункты будут работать. Поэтому, дорогой Александр, все, что мы с вами сказали об Израиле, об этом конфликте, теперь я хочу завершить. Этот конфликт, эскалацию которого мы наблюдаем в секторе газа, переходит, вот я вас очень прошу внимательно и наши слушатели. Формат одного государства, он становится конфликтом цивилизаций. Это ключевой мотив движения войны на востоке. Я не говорю с Китаем, я не говорю с украинцами, на востоке. Если мы немножко вспомним историю, Ясир Арафат, лидер ОПЭ, и Ицхак Рабин подписали мирный договор в Мадриде у Осло, но в странном стечении общей ситуации оба были убиты. Ицхак Рабина убил религиозный лидер, а Ясир Арафат отравили. Говорят, что цианист им кали. Не знаю, но его отравили. Перед началом войны американцы странным образом заключают договор с Катаром. Переводят ему 6 миллиардов долларов за выкуп трех или пяти граждан США, которые Иран возвращает. Вторая стратегическая ошибка, которую и в украинских СМИ и других разгоняют. Хамас это суниты. Они не подчиняются Ирану. Иран швитский. Хамас управляется из Катара, из Дохи. Катар страна, в котором находится вторая крупная военная база США. Катар страна, через которую работают с талибаном американцы. Катар страна, через которую все месседжи на востоке американцы через Катар говорят. Надо вспомнить, по-моему, два или три года назад большие проблемы между саудитами и Катаром. Кто Катар защитил? Турецкая военная база Эрдогана. Он не дал, чтобы Саудовская Аравия его уничтожила. В чем ее ценность? Так это глаза и уши White House. И каким образом Хамас, который имел свою штаб-квартиру в Дохе столицы Катара, стал иранским. То есть, это вторая стратегическая ошибка. Теперь дальше идем. На моем канале есть несколько видео о Black Rocky и J4 Security. Вся электронная система Израиля, и в том числе безопасность, где и BlackRock, и J4 Security имеют или статус оператора, или статус собственника. А это глобальные корпорации. Следующий вопрос. Сами представители Хамаса вчера заявили, что мы были удивлены, что двумя тысячам солдат мы могли совершить такую операцию. то есть, они сами шокированы. Когда начинается взаимное обменение, взяли в заложников, так, что сделало религиозное правительство на Таньяху? Оно в преддверии этих за последние три месяца оно взяло, арестовало 4600 человек. Из них 40 женщин и 20 детей. 400 человек сидят в тюрьмах Израиля без обвинений. То есть, как будто специально накаливали вот эту обстановку, чтобы была война. Можно сказать так, один из этапов подготовки этой войны. Тут, смотрите, ситуация в вашем вопросе по Натаньяху. Дело в том, что последние выборы в Палестине были в 2006 году, а президентские в 2005. По итогу и Натаньяху, и палестинские вот эти воротилы, которые работают на Ватикан и получают деньги, большие гранты из Европы и от американцев. Если посмотрим, какие деньги переводит Европа из США, мы увидим большую-большую разницу. Поэтому и лидер ОП или лидер Палестины должен уйти, по-моему, мы там чуть ли не под 80 лет, если не старше. То же самое с Натаньяху. Здесь произошла еще одна самая стратегическая вещь, почему Израиль проиграет. Происходит война наднационального правящего класса мира с простым народом и в том числе с украинцами. Для победы в войне смыслов одних лишь военных походов, вот сейчас Израилю дают суперсовременные техники, корабли подтянули, они будут стирать с лица земли газы, выключают свет, выключают воду. Это в дальнейшем обернется боком Израиля, как политика геноцида. Идем дальше. Так вот, для победы в войне смыслов одних лишь военных походов недостаточно. Настоящая борьба идет за умы на идейном поле. Миром в конечном счете правят не политики, поскольку они не изобретают идеи. Миром правят те, которые конструируют идеи, которые в последующем политики выполняют. Поэтому в кавычках я говорю по поводу Востока семантические крестовые походы непрерывно идут за ваши умы. И даже если вы этого не замечаете. Поэтому сейчас создали ситуацию, когда Израиль мешает, начиная от газовых месторождений, американского плана логистики из Индии. Здесь конъюнктурно присосалась Россия. Иран вообще боится к этому подойти? Потому что если бы Иран в этом был, была бы Хезбалла. Хезбалла там нет. Хезбалла это шиитская партия в Ливане ориентируется на Иран. Сегодня обострение на севере Израиля, взаимные удары. То есть не сказать, что там все хорошо и спокойно. Это будет 6 месяцев. Это будут раскачивать, потому что у Израиля нет прямой границы с Ираном. Для того, чтобы проникнуть в Иран и начать войну, им нужна Сирия. Голландские сирийские высоты. Поэтому руководитель Дубая предупредил Асада, попробуй не стреляй. Не дай Бог, потому что начнется большая ближневосточная арабская война. Американцы поэтому подтягивают войска, чтобы через Сирию, как французы через Карабах хотели к нам, через Сирию залезть в Иран и начать войну против Ирана. Иран двумя руками отмекивается. Он хоть и говорит, в общем, я там сделаю, я так сделаю, но он пальца пальца не ударил. Они стоят в стороне. Они не боятся, они знают это чем-то закончится, потому что это даже не американцы делают. Американцы, как я вам говорил, фактически выполняют план, назовем то, что мы знаем, и то, чего нам не показывают BlackRock, J4 Security и разных проектов. Это деньги, это капитал, любая война, любая политика, это деньги, это месторождение, это вода, это логистика, это природные ресурсы, это то, что у нас с вами возможно в плане продовольственной безопасности после 30-го года, это контроль также земель с продовольствия. Они сейчас это начинают, мы с вами это не видим. Фекрет, очень важный момент, который нужно прояснить. сейчас последние дни вот слово исход употребляется к палестинцам. Вы, наверное, замечаете в медиапространстве разные аналитики говорят, что наземная операция израильская, Израиль мощнее, танки круче, все налажено, вроде как все видят, что поддержка у палестинцев как бы большая, да, и Эрдоган лично вступился, и Путин об этом говорил, и в Иране поддержали, говорят, будем целовать руки и лоб, мол, какие вы молодцы палестинцы, вроде как, но эта поддержка выглядит пока что как моральная. На земле доминирование израильской армии над Хамасом пока что неоспоримо. Даже несмотря на прорыв и то, что мы наблюдали на выходных. Но здесь есть определенная вот такая ключик, я хочу, чтобы вы показали от этой ситуации, как ее вскрыть. Супер вопрос, Александр, супер вопрос, спасибо, родной. Исход Израиля при таких исходных данных сейчас, я хочу, чтобы вы растолковали, потому что это будет следующий, вопрос, по поводу новой Хазарии, нового Израиля, Ума, они вспоминают Коломойского, Золотую Минору, то есть это мы сейчас обсудим. Это ваше, я это обсудить не буду, Саша, это ваше. Меня здесь интересует вот этот момент, ключик исхода, как исход палестинцев превратится в исход Израиля, да. Можно? Так, слушайте, почему Путин, Эрдоган, фактически, я скажу так, ситуативные союзники по Иерусалиму или по антиизраильскому кейсу? Дело в том, что вы все знаете, те, кто не знает, могут почитать, посмотреть, на территории Иерусалима находится мечеть Алякса. Там проводится так называемая международная группа археологов проводит сейчас так скажем раскопки. Все знают, что эти раскопки должны по логике вещей заказчиков привести к обрушению мечети Аляксы. Дело в том, что в следующем году Натаньяху заложил бюджет государства Израиль строительства нового третьего храма на горе. То есть он уже знает, что этого мечети не будет и там будут строить. Как только. И сейчас, кстати, обстрел и Хамас, они все вооружены самым лучшим американским вооружением. Они все номерованы. Они пытаются свалить это на Украину. Сами продали. Они говорят, с Украины. Мы же украинцам поставили. А там, оказывается, черные вот эти торгаши поставили Хамасу. Все американское. Сейчас целенаправленно ракетами пытаются попасть в мечеть Алякса, чтобы ее разрушить. В тот день, как разрушится мечеть Алякса, миллиард двести миллионов арабов, мусульман всего мира, просто утопят Израиль. Понимаете? Это это же самое, что для вас, я не знаю, самое святое, что у вас является, так и для мусульман. Но Алякса была Киево-Печерская лавра, сейчас непонятно. Алякса это не только мусульманская святыня, но это еще стратегическая точка союзничества с православием. Поэтому Путин с нами, я имею ввиду, не как президент, а как президент, который представляет православную страну, и он пытается все свои ресурсы на это направить, что мы не допустим разрушение мечети Алякса, это раз, мы не допустим создание там нового храма, это два. И если будет необходимость, я вас могу заверить, что президент Путин и неформально отдаст приказ об участии в антиизраильском кейсе. И последнее, чтобы мы с вами долго не мучились исход. Маленький штрих. Глобалисты, господин Киссингер, Цукерберг и другие говорят евреям, мы управляем миром, что же вы за этот клочок земли зацепились, оставьте его, интегрируйтесь в наше мировое управление, мы контролируем мир, что вы на этом клочке земли потеряли, поэтому вот такое неактивное давление на White House по логике вещей, например, лет десять назад там бы уже были американские пехотинцы, а мы сейчас видим кораблей и не больше, там бы были бы, например, английские разведчики, мы больше ничего не видим, поэтому я хочу сказать, что идет еще внутри еврейского, так скажем, кокуса, раздел сфер интересов, олигархи, глобалисты, Киссингер сам что сказал в 2000 году, через десять лет Израиля не будет. Сейчас это немножко растянули в связи с войной в Украине, в связи с кавказскими делами в Карабахе, это растянули на 25-27 год, сейчас начинается, потому что нужно оборвать или обрезать после Армении следующий проект Ватикана Иран, но параллельно нужно освободить также Восток от Израиля, он мешает созданию панрегиона, потому что Израиль философски в понимании Саксов, это не моя цитата, в понимании Саксов это проект Ватикана, а он враждебный интересам Саксов. Вспомните Лоренс Аравийский, как чертили границы и почему там оказалось государство Израиля в 40-х годах, когда Англия вообще никто была. Что будет вместо Израиля? Вот мои коллеги в Израиле слышат меня, одного из них я назову Эмиль Красильщиков, я два года им говорил, что ребята, если вы хотите избежать большой Ближневосточной войны, необходимо принять резолюцию ООН по границам 1967 года. Они говорили, нет, о чем ты говоришь, мы этого никогда не допустим, я сказал, ребята, к вам придет война. Резолюция ООН 1967 года, это пока вот этот лоскутный кусок бумаги, за которого держатся и Турция, и Россия, и США, и Англия, и Франция, все останутся довольны, то есть два государства. Израиль не допускает этого? Первый же шаг, я говорил, сделал Ясер, Арафат и Ицхах Рабин. Мы видим те модераторы, которые заинтересованы в постоянных войнах, людей, которые идут к миру, просто сами убили. они не допустят мира, поэтому тут надежда только на евреев, иудеев, а не мудрый народ, что они дадут отчет, что сейчас после украинцев на убой идут они. Это сейчас угар, они побеждают, а потом, как вам перестанут давать американцы ракеты Израилю, сейчас же они ракеты просят для своего барака, ракеты Америка поставляет, а вдруг у нее денег не будет, ну как вам, а вдруг у нее до складов будет пусто, что будет с Израилем? Нужно думать о длинную, потому что я всегда когда говорил с вашими зрителями, с украинскими, я всегда говорил, ребята, для того, чтобы в Украине был мир, чтобы спокойно спал украинский ребенок, так же спокойно должен спать донецкий ребенок, не московский, он и так спокойно спит, донецкий, чтобы спал спокойно ребенок иудеев, так же должен спать ребенок Палестине, что для этого нужно? Сесть за стол, договориться о мире, который обоих устроит, в рамках тех границ, с которыми мы с вами думаем, уже миропорядок не будет, Вестфальская система разрушилась, мы увидели войну, сейчас разрушается новая система безопасности под названием Атлантическая Хартия, а два года, вот я, в Ютубе есть Грейт Бритон, Атлантическая декларация формирует новый миропорядок, а что будет с нами, с вами, с нами, с арабами, это они делают, мы не знаем, поэтому, чтобы мы не попали под жернова, или в качестве жертвы, или в качестве эксплуатированного, там, не знаю, мясника, я думаю, что приживание народу, не личности, народу в состоянии отдать себе отчет, может перестать лить друг другу кровь, а другие перестанут зарабатывать на нас, это, поверьте, можно, сейчас, если, например, эта война чуть-чуть растянется, вы увидите, как в Египте сметут генерал Асси, вы увидите, как в Ярдане сметут короля Ахсейна, хотя он сметут, там сметут, потому что, но тут одна вещь есть, он является наследником пророка Мухаммеда, алисалам, то есть он из этого святого рода, даже его сметут, это о чем говорит, это говорит о том, что потихоньку кастрюлю разогревают, вот, мой призыв о мире, и мы люди о двух руках, о двух ногах, и Бог создал нас по своему образу и подобию, мы можем договориться. Хороший призыв, друзья, подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки, Фегрет, смотрите, какая история, понятно, что здесь очень много деталей, которые такие вкусные, важные, но я не хочу перенасыщать вот эту картину происходящего, потому что о ключевом вы сказали и по поводу этой мечети, и по поводу третьего храма, который по верованию иудеев, по верованию должен, скажем так, привести к приходу Антихриста, к концу света, к, понятно, разрушению государства Израилевого, это вот по их верованию, но все-таки, но все-таки новая земля в Украине для людей, которые совершили исход из Израиля, это конспирология, конспирология лютая просто, смеются, обсуждают каким-то образом, ну, понятно, там, Умань, Хасиды, ха-ха-ха, но в вот этих, как вы сказали, да, точках напряжения, где прорубывается граница, условно, нового мира, как будет выглядеть условно, кто закроет на ключ последнюю дверь в Израиле, сядет и уедет. Александр, немножко здесь достаточно щепетильный вопрос, почему? Потому, что пока израильтяне или евреи всего мира считают, что они Израиль потерять не могут. Они будут всеми ресурсами воевать, начиная вот денег, подкупа политиков, и, естественно, как вот мы видели, значит, призывники, или там, не знаю, те, которые были в резерве, как они сами возвращались домой, защищать свою страну. Этот период все проходят, пока не начинается внешнее регулирование, и ты вдруг, вас много, вы сильно, а вы проигрываете, это начинается, понимаете, в головах. Сейчас, после того, когда эта активная фаза остановится, все будут спрашивать, а как у нас при такой технике они прошли? Как можно было провести прямо на той территории вот эту вечеринку прямо у границ с Палестиной, и там не было охраны? Вопрос, евреи умные нации, они много вопросов зададут, и найдут ответы на вопросы. Чтобы закрепить нашу с вами позицию, давайте я вам немножко, вас чуть-чуть уведу, и приведу к вашему вопросу. Китай и США очень важные, создали совместный экономический и финансовый рабочий групп. Вы только вдумайтесь, в целях реализации важного консенсуса, достигнутого на встрече глав государства Китая и США на Бали, и в соответствии с договоренностями, достигнутыми, теперь внимание, премьером госсовета Ли Хэ Ли Фэнэм и министром мадам Доллар Йеллен, Китай и США договорились плечевой создать совместную экономическую рабочую группу. Финансовую рабочую группу, то есть два направления экономика и финанса. Дальше. Экономическая рабочая группа возглавляет должность лица на уровне заместителей министров финансов Китая и США. Финансовую возглавляет должность лица на уровне заместителей Народного банка и, естественно, ФРС. Две рабочие группы будут проводить регулярные и нерегулярные встречи для укрепления коммуникаций и обменов по смежным вопросам в экономической и финансовых областях. Позавчера председатель СИИ принял двухпартийную делегацию Сената США. Во главе с лидером большинства Чаком Шумером впервые китайцы американцы европейцы пишут по итогам этой встречи подробности переговоров не раскрываются. Идем дальше. Заявление посла США в Китае Николас Бернс на притинге для прессы он очень высоко оценил тщательную подготовку китайской стороне к встрече с сенаторами. Американскую делегацию возглавляющую господин Шумер сказал наши переговоры с президентом СИИ продолжались 80 минут что было в два раза больше нами запланированного. И точка пояс путь конференции третий форум глав государств Центральной Азии говорят что Йордоган и Путин полетят состоится 17-18 октября. Для того чтобы организовать встречу Азиатско-Тихоокеанского региона в Америке туда вылетят два человека глава МИД Китая и по-моему премьер-министр Китая для урегулирования документов к подписанию между Байденом и Си Цзиньпинем. Это означает что первое финансы и деньги они уже поделили. Теперь вопрос что будет с Востоком у нас остается по карте только одна единственная работающая дорога это китайская дорога через Азербайджан. Что будет с Израилем а он уже не нужен. Не работает индийский проект. Он и не будет работать. Вот вам ответ этого проекта. Почему американцы не будут дальше финансировать а зачем им дальше финансировать если формируется экономический пан-регион где будет лидер арабской страны у него один пан-регион это арабские государства и Турция у которой будут мусульмане Кавказ Центральная Азия в дальнейшем Поволжье и ваш Крым. Понимаете это все подготовлено мы с вами можем сидеть обвинять что Саша с ума сошел а Фикрет вообще психбольной давайте оставим это на суд времени смеется тот кто смеется последний Израиль и Украина исход в Украину большой план я в этом не сомневаюсь хотя есть японский план японский план размещение на территории Китая евреев они уже один раз это пробовали он у них не сработал все-таки цивилизация это другая поэтому я говорю это война цивилизации и общаясь с коллегами из Израиля когда я вот то что вам говорил говорил им два года назад они говорят ну это очень хорошо земля плодородная а то мы этой в пустыне совсем высохли они не против потрясающая история ну а как бы что украинцы против не против кто их спросит сейчас другие задачи другие вызовы мы с этого начинали с этого начинали этим давайте закончим Стамбул вы о вехе как бы уже рассказали да это Сан-Франциско Байден Синьцзиньпин очень интересно причем до этого мы понимаем это будет в ноябре до этого пояс-путь встреча Эрдоган Путин Синьцзиньпин но меня интересует не эти даты просто определены вот эти большие даты имеется ввиду пояс-путь встреча в Сан-Франциско подписание на котором вы сделали акцент это очень важно но дата Стамбула не определена и дата не-не Саш дата Стамбула по турецким данным она была предварительно договорена с украинской стороной 19-20 то есть по возвращению Эрдогана из Пекина сейчас эту дату скомкали как будто ее больше и нету да вот и все ну то есть хронологически мы увидим пояс-путь условно Стамбул-2 закавычи ну и дальше уже оформление Си Цзиньпин и Байден это Саш простите это должно быть после Китая потому что Китай в этом проекте мирном проекте по Европе он глобально договаривается с американцами американцы это англосаксонский проект Аукус он будет спущен саксом а саксы будут регулировать на земле поэтому для того чтобы полностью сформировать все желания Вашингтона саксов Пекина Лондона все это будет собрано я не знаю кто даст окончательный план но это не турки турки всего лишь канцелярия так вот вы дважды или даже трижды за время нашего сегодняшнего разговора сделали акцент что выберет Украина или или я хочу ну мы и сосредоточились понятно мы с Вами проработали на самом таком шокирующем варианте что если нет там продолжаем войну вот эти английская разведка пять областей то есть это вот но это же одна сторона медали это же один выбор а есть и другой другой это пять территорий вы за собой сохраняете проводите выборы президентские без Зеленского как он говорит он же хитро говорит то есть я думаю что хитро пишет его спичрайтер вот и я думаю что без этих пяти регионов у вас будет новый товарищ назовем его Y этот Y будет проводить политику мы будем ее называть так экономическая реинтеграция серых зон на самом деле на 1 август или 1 сентября у вас 134 миллиарда внешнего долга вами тогда будут управлять BlackRock но просто у вас перестанут люди погибать и не будет гражданской войны приблизительно так смотрите они никогда яйца в одну каждую не собирают у них на все ваши варианты есть свои варианты но выход у них один по итогу они получат то что им нужно это разница в том что с левой стороны улицы пойти или справа или прямиком сапогом но выход один в бутылке ну то есть территориально все как есть на бумаге на бумаге а на практике каждый украинец почувствует BlackRock One Yard State Street J4 Security потому что профессиональная армия ребят которая прошла военную практическую обкат они останутся без работы тем более хорошие деньги платили по украинским расценкам тогда надо людей куда-то привлекать иначе они начнут просто грабить или убивать потому что психологический стресс войны он не проходит он не излечим с этим надо решать и молитв много нужно находить деньги для того чтобы их поддерживать у вас все разрушено нужно находить деньги это восстанавливать а кто это будет ну 134 миллиарда должны еще 134 вас загрузят а потом вас впустят в Евросоюз там другие соглашения и вы будете отдавать по частям свою страну потому что вы должны ну это будет уже компания не странно какая разница как это называется я не знаю BlackRock Vanguard какая разница и вот J4 Security будет нанимать ваших профессиональных военных в частные военные компании которые будут охранять их же интересы и будут платить ровно столько сколько сейчас платят приблизительно 3-3,5 тысячи долларов в месяц а остальные goodbye goodbye это что? это покиньте страну и ищите другое место себе для жизни или становитесь разнорабочим потому что людям надо на что-то жить вот появляется вариант европейский расширение приглашаем Украину новая голубая кровь я имею ввиду голубая в том отношении что вы европейская западная раса второе вы по сравнению с ними так скажем вы не спящая нация вы работающая нация это новые рабочие руки третье вы за время Советского Союза сейчас не знаю последние 30 лет но за время Советского Союза практически поголовное образование пусть оно не западное но вы образованные это означает что вы знаете что такое физика химия в Европе только специалисты это знают большинство даже и не знают то есть не надо в розовых очках смотреть что Европа все решает там это решается целевыми высокоинтеллектуальными компаниями а не локомотив но в большинстве своем массе мы выходцы из Советского Союза более грамотные образованные я имею ввиду фундаментальные знания чем они это счастье для Украины счастье было бы Украине чтобы украинец остался на своей земле а для того чтобы этого не было нужно было давным-давно выгнать мафию из страны взять власть своей стране в свои руки создавать свою экономику обслуживать свою страну создавать свой военно-промышленный комплекс потому что мы должны понимать теперь до 35 года нет силы международного права есть право сильного поэтому исходя из этой концепции я уже устал на ваших каналах говорить у вас Саша еще повторю нужно 24 часа работать как усиливать страну последний гривен вы должны вкладывать в усиление своей страны другая страшная вещь на ваших каналах информационных площадках у вас закон не работает у вас начинают ретранслировать махровый нацизм или гитлер вингизм господин Соскин систематически продвигает политику ненависти к исламу ненависти к тюркам все время подменяет международное право то есть Карабах Азербайджан не имеет права освобождать потому что это Великая Армения а вот украинцы могут освобождать Донецк Луганск это оказывается не великая Малороссия нельзя жить в хотелках или вы живите по международному праву или живите в своих хотелках когда вы определитесь как вы будете жить такое же к вам будет отношение учитывая то что пять голов дракона и каждый свое толдыче западу трудославие договорится он же не знает на какую ставку сделать да вы всегда ставите ну всегда приводите этот пример да по поводу скажем так вот это и разноголосится и правильно делайте фикрет ну чтобы вот точку поставить в сегодняшней беседе потому что достаточно ну грубо говоря как начали так и закончили да с какой-то определенной тревоги от того что происходит я бы хотел от вас услышать прогноз причем ну это важно сейчас да мы видим что движение пошло на фронте Россия пытается двигаться вперед прогноз военных претензий Российской Федерации вот которые начинаются вот сейчас это будет краткосрочный прогноз мы сейчас говорили в таких глобальных пределах но что вы имеете ввиду Саш я что-то немножко не понял пошло наступление Российской Федерации на восточном фронте все говорят что это исключительно для того чтобы бросить силы Украины от юга и бросить туда на подкрепление выровнять ситуацию чтобы остановить контрнастрепление поэтому мой прогноз точнее моя просьба о вашем прогнозе сводится вот к одному понятному вопросу пушки в Украине в этом году замолчат задача дипстейта перед Россией перед Англией перед всеми бенефициарами к 25 году закончить все что активно происходит в Украине каким способом о вариантах мы выше говорили то что касается вот этих тактических наступлений я немножко как вам сказать даже не немножко я вообще не военный и у меня нет доступа к вашим секретным данным на фронтах на линии фронтов могу сказать что любые телодвижения они напрямую привязаны к политике если где-то наступление это означает на вас давят вас поддавливают или показывают свои возможности что если не договоримся мы вот это сделаем я в любом случае вот эти тактические действия российской армии украинской армии я расцениваю так почему я думаю что Россия поддавливает я имею в виду она исполняет потому что она часть вот этой геополитики у нее ядерная дубинка вы никогда это не не ставили во главу угла понимаете война же идет юридически на вашей территории вы пока защищаетесь я же не говорю что вы наступаете вы защищаетесь вот эти клоуны которые у вас говорили когда я сказал что наступление украины это политическое решение они сериалы снимали ну прошло сколько время ну и где наступление когда мы говорим о наступлении это означает суперсовременная техника это безостановочное снабжение так скажем вот этим боезапасом это спутниковые данные где вы можете бить даже вас 10 человек вы можете побить 100 человек главное самая главная организация снабжения я же не видел ни организации ни снабжения я имею в виду внешних модераторов вы же от них зависите я сказал ваше наступление это политическое решение то есть американцы должны сказать Украина вперед forever вот тебе ракеты вот тебе снаряды вот тебе деньги вот тебе разведа информация со спутников и вот тебе тактический план как прорубить окно ну своей победы этого же не было понимаете у вас на экранах титульные разговаривают такое ощущение что они или заболели чем-то или они специально обслуживают программу одурачивания украинцев не надо говорить что Россию невозможно победить все можно победить вопрос стоит в другом что вы делаете для победы вот в чем вы же ничего не делаете мы 30 лет готовились у нас сгулькин нос армия сгулькин нос по сравнению с вашей но мы готовились потому что мы не хотели стоять с протянутой рукой даже к Турции ну в параллеле Азербайджана я думаю мы вернемся к Средней Азии конечно к фактору Талибана мы вернемся и Ирана но это будет уже на нашей следующей встрече которая произойдет после таких важных важных визитов о которых мы говорили выше Фикрет я очень благодарен вам за ваше время и ваши мысли спасибо Саша желаю всего хорошего вам и процветания вашему каналу и как всегда на восточный лад мир думу вашему да друзья всем добра и света берегите себя увидимся Субтитры сделал DimaTorzok